Глубоко уважаемый Юрий Владимирович, глубоко уважаемые коллеги. Немножко осталось на окончании, я постараюсь не сильно загружать. Но тем не менее, на мой взгляд, тема достаточно интересная. Тем более, что Борис Иванович Долгушин, он, наверное, основоположник этого направления, стентирования и РОНС как таковой. К сожалению, сейчас это пальмоперенство перешло немножко в эндоскопические технологии. Но тем не менее, я думаю, что, как сказал Борис Иванович, все по спирали развивается. Рентгенохирургия, как только что мы видели, в интервенционной гастроэнтостинальной или интервенционной радиологии, она будет иметь все больше и больше роль, будет играть со временем. Цель нашего доклада была обобщить и систематизировать данные о современных возможностях рентгенохирургических технологий для выполнения стентирования полых органов в онкологии. Ну, как всем хорошо известно, причины обструкции полых органов в онкологии, они могут быть несколько причин. Это и прорастание опухоли в просвет органа, так называемая обтурация издавления полого органа опухолью извне, что значительно усложняет ситуацию и клиническое течение, и лечение, так называемая компрессия. И это может быть инфильтративное поражение стенок органа опухолью. Могут встречаться ситуации сочетанного проявления обтурации, компрессии, инфильтрации опухолью. Кроме того, необходимо помнить, что часто существуют и доброкачественные послеоперационные структуры различных полых органов, которые возникают в процессе или, точнее, после проведенного противоопухолевого лечения. Ну, виды обструкции. Если мы говорим о органах желудочно-кишечного тракта, то при обструкции или нарушении проходимости пищевода и кардиоизофагиального перехода развивается дисфагия. При компрессии или поражении пилородуднальной зоны – диспепсия. При обструкции ободочной или прямой кишки чаще всего проявляется толстокишечная непроходимость, острой или кронической. Ну, при поражении желчных протоков развивается механическая желтуха. Мочевыводящей системы мы касаться не будем, но великолепно было уже сказано ранее. Но обструктивная нефропатия, как известно, это тоже крайне большая проблема. При сдавлении или обтурации верхних дыхательных путей развивается жизнеугрожающая асфиксия. И при сдавлении вен, артерии трогать не будем, при сдавлении вен часто развивается тоже жизнеугрожающее состояние. Это синдром верхней пола вены и портальная гипертензия. Ну, на самом деле, не так много времени прошло от того момента, как такими энтузиастами своего дела, в общем-то, были созданы первые стенды саморасширяющиеся. Собственно, нужно помнить, что саморасширяющиеся стенды были созданы для желчных протоков впервые и предложены. Уже в дальнейшем они перешли и на внутрисосудистую технологию и стали распространяться широко по миру. Это то, что было вот в 90-е, 80-е, 90-е годы. То, что мы имеем сегодня, на сегодняшний момент, большая линейка высокотехнологичных продуктов предложена различными производителями во всем мире. И это только начало, потому что технологии непрерывно совершенствуются, устраняются недостатки, улучшается конфигурация стендов, и они, конечно, все более и более становятся адаптированными для человека. Но то, что касается стентирования пищевода, безусловно, это наиболее физиологичный способ лечения дисфагии, в том случае, если опухоль является нерезектабельной. Почему так? Потому что, по сути, хирургических методов восстановления проходимости пищевода у нерезектабельных опухолей не существует. При этом стентирование под рентгенологическим контролем наиболее целесообразно и разумно. По сути, если мы имеем компрессию, сдавление опухолью пищевода извне, то стентирование – это единственный метод, поскольку мы не можем применить какие-то эндоскопические технологии, потому что будет перфорация полого органа с медиастенитом. Поэтому это единственная технология, если опухоль сдавливает пищевод извне. И крайне важно, к сожалению, об этом на сегодняшний момент многие забывают, что рентгеновская визуализация является обязательной на всех этапах стентирования пищевода. Я в свое время, когда учился в СНИРе и назначил пациенту ФГДС, Борис Иванович Григинезин, такой легендарный рентгенолог, он меня вызвал и очень сильно ругал, сказал, что никогда не делайте ФГДС без рентгена пищевода, потому что это может быть и дивертикула, и так далее. То есть это классика, как он мне объяснил, я это запомнил. То есть на самом деле рентгенография пищевода, ее никто не отменял, несмотря на развитие эндоскопических технологий. Но помимо всего прочего, рентгенохирургические технологии, фактически они незаменимы при реканализации выраженных стриктур. Когда невозможно провести эндоскоп за стриктуру, по сути только рентгенохирургические технологии с их технологиями, пятифрончевыми катетерами, с их проводниками гидрофильными, могут позволить пройти за стриктуру и установить стенд, вот как в данном случае. Фактически вот эта стриктура, она недоступна для эндоскопической реканализации, либо риск перфорации, он был бы крайне высокий. Ну вот еще один пример, когда рентген необходим. Это точное позиционирование стендов, поскольку если мы не используем рентгенологический контроль, мы часто не можем правильно поставить стенд, и затем возникают те осложнения в виде миграции или неадекватной работы. Стендирование используется не только при дисфагии и нарушении проходимости пищи. По сути, это единственный метод курабельный, лечение пациентов, у которых развивается послеоперационная несостоятельность анастомозов, после операции на пищеводе. И еще до внедрения стентирования летальность была стопроцентная фактически. На сегодняшний момент, судя по данным литературы, установка покрытого стента в 70-80% случаев, ну на фоне, естественно, дренирования средостения, позволяет добиться выздоровления пациентов. А мы должны понимать, что эта категория больных, это прооперированные радикально больные, то есть у них продолжительность жизни высокая. Сложная проблема, по сути, инкурабельные пациенты до введения стентирования были, это группа пациентов с эзофагобронхиальными свищами, обреченными на мучения, и, собственно, умирающими очень быстро за счет развития пневмонии. На сегодняшний момент установка покрытых стентов – это тоже один из методов, позволяющих разобщить эту структуру, улучшить качество жизни и продлить жизнь пациентам данной категории. Кроме того, стентирование фактически является единственным эффективным методом устранения дисфагии у пациентов, которые уже перенесли хирургическое вмешательство на органы желудочно-кишечного тракта, у которых развился рецидив заболевания. То есть хирургические технологии из-за спаечной болезни, из-за сопутствующих изменений уже анатомии, они фактически невыполнимы. В данном случае стентирование позволяет восстановить проходимость желудочно-кишечного тракта, например, часто сидеть после гастроктомии, и наладить питание больному. Современные технологии рентгенохирургические, основа их – это все-таки плоскодетекторная компьютерная томография. На сегодняшний момент именно эта технология перевела наше понимание, наши мысли, рентгенохирургии из двухмерного пространства в трехмерное. То есть сегодняшние рентгенохирурги должны мыслить трехмерным пространством. И вот, в частности, здесь эффективность использования по ДКТ, когда мы можем, выполнив сканирование, представить, в общем-то, трехмерную модель, как стенды расположены в пищеводе. А это здесь подписано, трехэтапное стентирование в течение года выполнялось, пациентки фактически, весь пищевод был выполнен стендами за счет прогрессирования рака пищевода, и фактически все это в течение года пациентка, качество жизни ее не было нарушено. Ну и можем использовать такие технологии, как трехмерная визуализация и виртуальная эндоскопия. Таким образом, нужно помнить, что основной, основной при выполнении стентирования пищевода наиболее грозным и опасным осложнением является острая дыхательная недостаточность, когда при раскрытии стента мы можем вызвать асфиксию. Это возможно в двух случаях. Либо опухолевый конгломерат очень большой, который сдавливает либо бронхи главные, либо трахею, либо опухоль уже прорастает в процвет бронха, и просто мы ее смещаем в трахею, и острая дыхательная недостаточность и смерть пациента возникает на столе фактически. Поэтому мы должны помнить о этом, тщательно анализировать рентгеновские снимки, компьютерные томограммы. И если есть такой риск, хотя бы минимальный, то, конечно, в первую очередь нужно выполнять стентирование трахеи или стентирование бронхов, и после этого уже осуществлять стентирование пищевода. То, что касается стентирования пилорадудинальной зоны. Собственно, причины понятны. Чаще всего возникают у пациентов с невезиктабельным раком поджелудочной железы и выходного отдела желудка. Другие причины здесь отражены. И оптимальный метод восстановления проходимости – это все-таки хирургическое вмешательство. Но это в том случае, если у пациента имеется хороший прогноз, относительно благоприятный прогноз заболевания. Если прогноз неблагоприятный, то посмотрите, в связи с достаточно большим числом осложнений, а они колеблются от 13 до 55 процентов, и летальностью достаточно высокой, преимущества этого метода могут быть потеряны, поскольку остаток своей жизни пациента рискует провести в больнице, так и не поправившись с низким качеством жизни. Поэтому альтернативой является стентирование. Стентирование на сегодняшний момент можно выполнить двумя принципиально различающимися технологиями. Это рентгеноэндоскопический метод и полностью рентгенохирургический, которых, собственно, три вида. Перорально, то есть через предварительно наложенную, через кожную или гастро-юностому, что более удобно и практично, или через холангиодренаж, если у пациента имеется еще и механическая желтуха. Ну и, опять же, если невозможно прооперировать пациента, но у него относительно доброкачественное течение болезни, то, конечно, в связи с тем, что стенды смещаются со временем или прорастают именно в данной пиларадональной зоне, если прогноз, ожидаем продолжительность жизни год, два, три и более, то лучше, конечно, пациенту установить через кожную гастро-юностому. Здесь интересный клинический пример. Это пациент, у которого была сдавлена горизонтальная ве 12-перстной кишки, полностью сдавлена, пациентка не могла питаться, сдавлена она была лимфоузлами параортальными, и вот перорально установили проводник, по нему установили пиларадональный стенд, и вот здесь контроль через 6 месяцев, пациентка адекватно питается, питалась на тот момент, признаков дисфагии фактически у нее не было. Стентирование толстого кишечника. Ну, актуальность, она очевидна. Сегодня все мы в онкологической среде боремся за качество жизни пациентов, и нужно понимать, что у 30% пациентов кишечная непроходимость является манифестацией заболевания. При этом у половины пациентов радикальное удаление опухоли в принципе невозможно. То есть, если мы выполняем наложение колостомы при недезектабельной опухоли, качество жизни пациентов на всю оставшуюся, сколько ему отведено, оно, конечно, будет низким. Кроме того, если даже опухоль представляется резектабельной, но у пациента имеется острая кишечная непроходимость, то считается более целесообразным сначала выполнить декомпрессию, а затем уже в холодном периоде прооперировать радикально пациента. Но суть в чем, что даже если мы выполнили декомпрессию в виде колостомы, то у этой категории пациентов они не все будут прооперированы радикально в связи с прогрессированием заболеваний, в связи с появлением новых находок. То есть, часть из них будет обречена также жить с колостомой. Но, кроме того, существуют и другие причины. Я сейчас не буду останавливаться об турации толстого кишечника. Стентирование толстого кишечника сопоставимо по эффективности с хирургическим методом декомпрессии, не говоря о высоком качестве жизни, позволяет, что немаловажно, значительно сократить время госпитализации и общую стоимость лечения, и позволяет сохранить высокое качество жизни. На сегодняшний момент существуют две методики стентирования, опять же, это рентгенохирургическая и рентгеноэндоскопическая методика. Проведенные большие глобальные исследования все-таки показывают, что рентгеноэндоскопическая технология, она несколько более качественная, что ли, более эффективна по сравнению с рентгенохирургической. Но это отличие, оно не критичное. Поэтому там, где предпочитают рентгенохирургический, потом это, в общем-то, восточные страны, там это используется на потоке, рентгенохирургическое стентирование. Но у рентгенохирургического стентирования есть свои неоспоримые преимущества. Опять же, это возможность прохождения крайне выраженных стриктур, недоступных для эндоскопической реканализации. Постоянный надежный контроль за целостность стенки кишки, дабы избежать перфорации или выхода за просвет, проводником в частности. Возможность первым этапом выполнить через кожу рентгенконтрольную цикостомию. То есть в тех случаях, когда опухоль восходящего отдела толстой кишки недоступна для эндоскопического стентирования, мы можем выполнить цикостому, наложить, и потом установить стенд. Ну и нужно помнить, что у терминальных пациентов, конечно, это нецелесообразно, неоправданно, достаточно просто, если ожидаем продолжительность жизни меньше месяца или месяц, то достаточно установить цикостому через кожную. Опять же, современные технологии, которые мы на сегодняшний момент оснащены, все ангиографические установки, это трехмерные изображения. Мы можем получать виртуальные изображения, как всего кишечника, это газовая рентгенография ободочной кишки в трехмерном формате, так и виртуальные эндоскопические данные, которые помогают проходить структуры, в том числе ободочной кишки. Но здесь это наш пример, стендирование сигмовидной кишки под рентгенологическим контролем. Пациентам с кишечной непроходимостью, вы видите, опухоль, структура очень выраженная была, но, тем не менее, удалось пройти за дистальные, ну, точнее, максимально делать толстого кишечника за сигмовидной кишки и установить стенд. На сегодняшний момент также существует стентирование временное для разобщения различных послеоперационных кишечных свищей, то есть покрытым стентом можно разобщить свищ, ректовагинальный в частности, и через какое-то время, через месяц убрать этот стенд, что обеспечивает восстановление целостности ободочной кишки. Ну, стентирование желчных протоков, тема, как бы, настолько, как бы, так сказать, известная, настолько же и спорная, у каждого, в каждом отделении своя тактика имеется, но, тем не менее, если резюмировать, то, конечно, в том случае, если у пациента имеется клиника острого холонгита, конечно, мы в первую очередь должны не думать о стентировании, должны по экстренным показаниям выполнять чрезкожное дренирование. Если у пациента билирубин невысокий, начало механической желтухи, и он резектабельный, конечно, не надо его дренировать, нужно, если есть возможность позволять ситуацию, выполнять сразу радикальное лечение. При удовлетворительном состоянии пациента и хорошем прогнозе, то есть, ну, скажем так, относительно благоприятной опухоли, лучше, конечно, накладывать билиодегестивные настомозы. И во всех остальных случаях более целесообразно, на наш взгляд, и по данным литературы, в общем, выполнять дренирование и в дальнейшем стентирование. Но дренирование, как все хорошо знают, бывает и наружное, и наружно-внутреннее. По нашей практике, сколько мы вот работаем, все-таки в такой вот потоковой больнице, где много пациентов, наружно-внутреннее дренирование, оно усложняет жизнь и пациентам, и врачам, поскольку они постоянно мигрируют, смещаются, дренажи требуют прочистки, и постоянной замены. Поэтому, конечно, целесообразнее, на наш взгляд, если ожидаемо продолжительной жизни пациента меньше года, то после наружного дренирования выполнять стентирование, покрытым или не покрытым, саморасширяющимся металлическим стентом, который вполне достаточно для того, чтобы у пациента не было рецидива механической желтухи. Но стентирование может быть, естественно, как двухэтапное, то есть после выполнения ЧЧХД, затем и ликвидации механической желтухи, уже через месяц и более можно установить стент. Так и допускается выполнение одноэтапного стентирования, то есть непосредственно, если у пациента нет клиники острого холонгита, но есть механическая желтуха, можно установить, реканализировать структуру, установить стент и в дальнейшем оставить контрольный холонгиодренаж для того, чтобы не было осложнений. Безусловно, это в том случае, если опухоль уже верифицирована, ну, в частности, это метастатическое поражение, допустим, или рак поджелудочной железы, который можно верифицировать через кожу. Прорастание стента тоже не должно, страх прорастания не должен быть препятствием к стентированию, на наш взгляд, потому что всегда можно выполнить повторное дренирование, которое менее опасно, безусловно, потому что сформированы спайки печени, риск, так сказать, перитонита и так далее, она уже в данной ситуации минимальна. Ну и достаточно интересное направление представляется одноэтапное или двухэтапное стентирование как желчных протоков, так и 12-перстной кишки. В том случае, если у пациента имеется стеноз кишки и желчных протоков, вот здесь вот это наш случай, рак 12-перстной кишки, выполнено было стентирование самой кишки и затем установлен стент в желчной протоке после предварительного холонгиодренирования. Ну, стентирование трахеи и бронхов, в общем-то, понятно, что если опухоль экзофитная, то, наверное, более целесообразно выполнять реканализацию или фотодинамическую терапию этих опухолей. Тем не менее, мы все знаем, что вот эта реканализация, она может осложняться достаточно серьезным кровотечением. Если трахея сдавливается и бронхи извне, то единственным способом является стентирование желчных протоков. Стентирование может выполняться двумя способами. Опять же, это эндоскопическое стентирование, либо ригидным бронхоскопом, либо саморасширяющимися стентами с использованием гибкой эндоскопии. Но в последнее время предложена была такая методика, как рентгенохирургическое стентирование. Для этого используется катетер-ассистированная вентиляция легких, высокочастотная и трехмерная компьютерно-томографическая навигация. Преимуществами по тем данным, которые есть в литературе, является возможность выполнения данной методики под местной анестезией и значительное снижение риска интероперационной асфиксии, которая при других методах стентирования достигает 14%. На наш взгляд, это серьезное основание для того, чтобы задуматься о развитии этой технологии в своих отделениях. Кроме того, плоскодетекторная компьютерная томография опять же дает нам трехмерное сведение, дает возможность правильно спланировать вмешательства, методики виртуальной навигации в режиме реального времени и провести стентирование. Здесь, в частности, пример, когда мы получаем, сканировав, выполнив ПДКТ, получаем полную информацию о состоянии трахибронхиального дерева, подобрать можно стенд и после установки его правильно оценить, его адекватность установки и так далее. Ну и стентирование вен. Я за неимением времени хочу сказать только одно, что на самом деле, если до недавнего времени синдром верхней половой вены был практически неизлечимым с заболеванием, то на сегодняшний момент стентирование является золотым стандартом. Стентирование верхней половой вены, золотым стандартом лечения с очень высокой эффективностью и с моментальным устранением всех симптомов, которые без лечения, в общем-то, рано или поздно приводят к серьезным осложнениям, в том числе к смерти пациентов. Ну и обструкция ствола воротной вены – это серьезное заболевание, которое приводит к печеночной недостаточности, портальной гипертензии и в итоге к смерти пациентов, к очень быстрой. Поэтому и существует методика, которая быстро набирает популярность, – это стентирование воротной вены при ее обструкции. Таким образом, рентгенохирургические технологии являются малотравматичными и высокоэффективными для выполнения стентирования полых органов в онкологии. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Павел Васильевич. Вопросы, пожалуйста. Да, Ольга Николаевна. Спасибо. Павел Васильевич, спасибо за очень интересное сообщение. У меня вопрос такой. Я правильно поняла, вы рассказывали о методике черезкожного гастро-иона анастомоза. Как он выполняется? Или что-то не так услышала? Как предпочтительнее в случае длительной ожидаемой продолжительности жизни? Да, больше спасибо. Ольга Николаевна, гастро-иона… Гастро-иона анастомия у вас была написана. Или вы гастро имели в виду? Ну, я имел в виду черезкожную гастро-стомию. А, нет, честно. То есть, если мы можем установить черезкожную гастро-стому, и если у пациента имеется давление 12-перстной кишки, то мы можем поставить сначала гастро-стому, потом провести дренаж, ну, длинную стому, в толщую кишку рентгенохирургически через 12-перстную. И это называется гастро-иона стома. А, всё, я поняла. Я думала, что вы какие-то соусти делаете просто таким образом. Нет, нет, это же мы такими технологиями пока не владеем. Хорошо, нет. У нас… Сейчас я просто объясню. Гастро-иона – это имеется в виду дренаж. Провести за структуру, за 12-перстную кишку, в толщую кишку, за трейц. Я поняла. Я поняла. У нас просто… У меня вопрос был бы словно чем. У нас, когда мы начали фотодиномировать пациентов, они стали доживать до распространения в ретроградном направлении по ходу гепатодинальной связки. И у них очень такие бывают локальные структурки, 12-перстные кишки, ретро-бурбарные, практически по сантиметру. Мы пытались им ставить стенты, заканчивалось все тем, что у них очень хорошо сохранена периостальтика, они быстро разрушаются. И хорошо, когда их хирурги берут на анастомозы обходные, потому что они живут все равно долго потом. А так быстро разрушаются. Вот мы думали, что вы владеете какими-то технологиями, которыми хотели у вас поучиться. Но, к сожалению, ничего такого. Еще вопрос, пожалуйста, в зале. Спасибо большое за доклад. Вы в самом начале построили свой доклад, что по спирали развивается история, и сейчас перестные перехватили эндоскопические методы стентирования. А вы не думали, это просто маленькая такая ремарка, может быть, совместить два метода, и у вас получится, один метод будет дополнять другой. Вот такая маленькая заметка. Спасибо большое за вопрос. Мы думали, но та система финансирования здравоохранения, которая есть, там прописано эндоскопическое стентирование. То, что входит в помощь ВМП ОМС, эндоскопическое стентирование. Рентгенохирургического стентирования там нет. То есть, либо мы занимаемся как бы фальсификацией, то есть, делаем рентгенохирургический, опишем квоту эндоскопическую, что, наверное, не совсем правильно, либо дожидаемся пока рентгенохирургической стентирования пищевода, рентгенохирургической стентирования родональной зоны, рентгенохирургической стентирования кишечника войдет в квотную помощь. Ну, во всяком случае, легитимизируется в системе здравоохранения ОМС. Два пути. Вы удовлетворены ответом? А? В целом, да. Я понял, почему противопоставляются. Они не противопоставляются, просто в системе ОМС такой нет методик таких. Рентгенохирургическое стентирование, есть только желчных протоков, ну, сколько вы знаете. Стентирование желудочно-кишечного тракта, ну, в силу это просто, в силу случайности или в силу определенных, ну, совпадений, да? В силу незнания организаторов здравоохранения проблемы. Не, ну, я так не говорил. Я просто к тому, что это рано или поздно будет устранено, я думаю. Ну, и наши методики, они развиваются настолько быстро, что мы применяем то, что, казалось бы, казалось вначале невозможным. Видимо, еще поэтому действительно не успевает вот этот вот аппарат чиновников включать все, что можно. Действительно, вот, ну, мы заложники системы, заложники системы оплаты, и вот этот вопрос, кто за все за это заплатит, он, к сожалению, над нами тоже давлеет. Еще вопросы, пожалуйста, есть? Да, Давран Виктор Сункович, пожалуйста. Павел Васильевич, большое спасибо за интересное сообщение. У меня один вопрос. Оценивали вы качество жизни пациентов по шкале боли? Все-таки пищеводные больные с таким большим протяженностью стентирования, они бы испытывали бы какие-то болевые синдромы, это же 12-перстная кишка. Вообще изучали отдаленные результаты? Вообще качество жизни пациентов, боли и так далее. Понятно, что проходим, и все хорошо, а вот отношения были? Глубоко уважаемый, Давран Виктор Сункович, ну, специально вот исследование такое, что со шкалой боли, боли, ну, не было сил просто того, что у нас достаточно много дел. То, что касается болевого синдрома, ну, безусловно, если когда в момент установки стента происходит болезненное ощущение, они могут быть, дискомфорт, особенно если опухоль большая, то есть она давит соседние органы какие-то. Но, насколько мне известно, насколько мы с пациентами общались, после стентирования болевого синдрома, как такового, длительного, не существует, не бывает. То, что касается пациентки, которую я показал, я могу сказать, ну, так сказать, это врач, пожилая женщина, врач, сама достаточно известная. И тут, как бы, она на самом высоком уровне контролировалась, ее судьба, ее жизнь, как бы, и тут не было ничего сделано, что бы ей могло и навредить, в принципе. И мы ее очень тщательно отслеживали, то есть у нее не было проявления ни болевого синдрома, ничего такого, и она с очень высоким качеством жизни, в общем-то, жила все это время. Это я могу точно сказать. И еще один вопрос у меня. Не скажете, какая частота была дислокации стентов и удаление? Были ли вообще такие случаи, когда приходилось удалять, или же была дислокация? Ну, здесь же все очень сильно зависит от локализации, какую зону мы стентируем, да, то есть если и от тех стентов, которые мы используем. Поэтому я не случайно показал эту линейку стентов, и не случайно сказал, что технологии очень быстро развиваются. Естественно, если мы берем там покрытый стент с клапаном и ставим его в кардиозофегальную зону, вероятность смещения будет почти 100%. С другой стороны, те стенты, но они, к сожалению, здесь я не отразил даже, те стенты, те конструкции, которые на сегодняшний момент представлены на рынке, то есть это стенд-стенты ходят, двойного плетения и так далее, то есть они имеют амортизационные свойства какие-то. То есть, собственно, вся проблема стентирования, мы стоим между сылой и хорбидой, да, то есть прорастание и смещение. Если мы покрываем стент, делаем его покрытым, он смещается, если мы его не делаем покрытым, он прорастает. Все. То, что предложено на рынке, это двойные стенты, двойное плетение. Наружное непокрытое, внутри ходит закрытая, покрытая часть. Здесь риск будет меньше. То есть сейчас апеллировать какими-то данными смещения, не смещения, оно, на мой взгляд, наверное, не нужно, потому что технологии настолько быстро развиваются, что мы, в принципе, не можем это оценить. Мы будем говорить о MIT, теки, а завтра появятся другие. Я думаю, что это надо просто делать, потому что все равно это группа пациентов, альтернативы-то у них нет. Если боитесь смещения, ставьте непокрытые стенты, они смещаться не будут. Если боитесь прорастания, ставьте покрытые, они будут смещаться значительно чаще, но зато меньше риск прорастания. Ну, не знаю, ответил я, нет. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok